Привет, это Марк Бартон. Я рад, что вы смотрите это видео. Сегодня у нас тема вот такая. 10 типов мужчин, от которых нужно держаться подальше. То есть с ними не нужно вступать в отношения. Это мужчины опасные для отношений. Прежде чем мы начнем более подробно разбирать эту тему, я приглашаю вас пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка на регистрацию находится под этим видео, в описании. Регистрируйтесь и получайте массу полезной информации. Находите для себя ответы на те вопросы, которые вас беспокоят. Итак, первый тип мужчин, с которым опасно строить отношения. Мужчина вечно в долгах. Вы общаетесь с мужчиной, ваши отношения начинают развиваться, но при этом он постоянно говорит о том, что он не может себе чего-то позволить, потому что у него долги, у него кредиты, у него какие-то обязательства. Он постоянно влетает в какие-то финансовые истории, которые для него плохо заканчиваются. Он не способен грамотно управлять своими финансовыми средствами. То есть все, что происходит в его жизни в материальном плане, вынуждает его быть должником. Он вечно кому-то что-то должен. Этому должен, этому должен, банку должен, другу должен, брату должен, родителям должен. Здесь со всех сторон ему еще и помогают. Мамы, папы подбрасывают денег. То есть он в вечном, в вечных долгах. Это опасный мужчина, потому что если он не способен структурировать себя как личность, не способен обеспечить себя, не способен создать условия для себя одного, представляете? То есть он несет ответственность только за себя, но не способен с этой ответственностью справляться. А здесь у него есть вы. И в этих отношениях вы можете стать тем, можете стать спасателем, который будет постоянно выручать своего мужчину. То деньгами, брать для него кредиты, одалживать ему деньги, либо покрывать его какие-то долги, довольствоваться тем, что есть, надеяться и ждать, что рано или поздно он рассчитается с этими долгами и вот-вот мы заживем. Это опасный тип мужчин. Если вы встретились именно с таким, на ранних этапах знакомства ставьте точку и не продолжайте отношения. Второй тип мужчин. Это манипуляторы. Манипуляторы страшные люди. Сделают все возможное для того, чтобы вынудить вас принимать те решения, которые выгодны именно ему. Мужчины, манипуляторы, это, как правило, закомплексованные мужчины с неуверенностью в себе. Они не способны договариваться с женщинами. Они не способны с ними выстраивать какой-то конструктивный диалог. Их основная задача через манипуляцию. Сделать все возможное, чтобы вы сделали так, как хотят они. Еще очень важный момент, на который необходимо обратить внимание. Манипуляторы редко находят для себя, ну, таких, знаете, невзрачных женщин. Нет, им очень интересны девушки яркие, успешные, состоявшиеся, красивые. Для чего это необходимо? Для того, чтобы самоутвердиться. Для того, чтобы рядом с такой женщиной повысить свою самооценку. Развить мужественность. То есть, такая женщина становится для него тренировочной базой, площадкой спортивной, на которой он упражняется. И вы, конечно, можете здесь услышать массу упреков в свой адрес. О том, что, ну да, конечно, вот ты больше зарабатываешь, чтобы у вас вызвать чувство вины. Ну, да, конечно, вот ты себе там можешь позволить куда-то поехать. А я-то тебе, видимо, не нужен. А сейчас, конечно, всем в этом мире нужны только деньги. И вот как-то, а ты со мной по каким-то, наверное, другим причинам. Ему очень хочется услышать, что вы его любите не за деньги. Что он такой классный. Что он такой весь пути-пути хороший. Чтобы вы его поутешали. Чтобы вы ему сказали, да ты самый классный, самый крутой. Он сам этого не понимает. Он сам не верит в то, что он мужчина. Его основная задача манипулировать вами для того, чтобы вы подчеркивали через эти манипуляции его мужественность. Каким образом? Отказываясь от того, что дорого вам, чтобы угодить ему. Мужчины-манипуляторы это страшные люди. Поэтому не связывайтесь с ними никогда. Третий тип мужчин. Непризнанные гении. Непризнанные гении. Он супер музыкант, супер художник, супер талантливый программист. Вот он самый крутой. Самый крутой. Но у него постоянно отговорки. Видимо, я не в той стране родился. Я не в той семье родился. Не в то время. Не в ту эпоху. Не при том президенте. Не в том районе города. Было бы все иначе, если бы я был при других обстоятельствах. Вот эти непризнанные гении, которые сидят и ждут, что кто-то сейчас не зайдет к ним и скажет. Оказывается, это вы великий. Оказывается, это вы всемогущий. Оказывается, это вы тот самый, который критикует всех на диване, рассказывая. Этот дерьмо. Этот тупой. А этого папа продвинул. А этого бабушка. А у этого связи. А этому просто повезло. У него постоянная критика. Постоянное недовольство окружающим миром. И вот это самолюбование. Я гениальный. Я крутой. Я классный. Который ни к чему не приводит. Вот эти непризнанные гении, которые всех вокруг обвиняют. Всем недовольны. Это опасные мужчины. Почему? Если в ваших отношениях, не дай бог, возникнет какое-то недопонимание, конфликт, вы останетесь виноваты. Эти люди не способны брать ответственность за свою жизнь. Они не способны признавать свои страхи и слабости. Они не способны работать над собой. То, что он красиво рисует, не говорит о том, что у вас будут прекрасные отношения. Но будет в вашей комнате висеть 28 ваших портретов. А в спальне там, где вы голенькая. А на кухне, где вы с пирогами. А в ванной, где вы с шампунью на голове. И что дальше? Дальше что? Этот непризнанный гений будет делать все возможное, чтобы вы в нем признавали гения. Рано или поздно вы от этого не устанете. Потому что мужчина не будет приносить домой результаты своих достижений. Сколько можно аплодировать мужчине, который только рассуждает вслух. Вы же так от голода помрете. И истощите себя. И женственность ваша начнет убедать. Поэтому, если вы общаетесь с мужчиной, который себя считает супер классным. Но при этом весь мир дерьмо. Я такой гениальный. Меня никто не признает. Обратите на это внимание. Опасный тип мужчин. Четвертый тип мужчин. Я их называю, знаете, такие мужчины-мотыльки. У него все прекрасно в жизни. Он ко всему относится вообще с легкостью. Да нахрен эта квартира нужна? Сейчас весь мир снимает квартиры. Да нахрен эта машина нужна? Можно там на общественном транспорте. Либо вон каршеринг есть. Да я вообще не привязываюсь к материальному. Да у меня вообще жизнь в кайфе. Я живу здесь и сейчас. Мне вообще ничего не интересно. Нет никаких стремлений. Нет никакого желания чего-то добиваться в жизни. У меня ветер подует. Я в одну сторону. Подует в другую сторону. И смотрите, в чем здесь опасность. Такие мужчины, как правило, которые обесценивают все вокруг. И не считают для себя важным и ценным недвижимость, достижение, карьеру, какой-то след после себя оставить в этом мире. Они к таким очень важным вещам относятся безответственно. Но когда они что-то делают для женщины, они вкладывают в это очень глубокий смысл. Например, вам принесли корзину с цветами. И мужчина за эту корзину с цветами вам вынесет потом мозг до такой степени, что вы будете не рады своей жизни. Он будет напоминать вам о том, что вы как-то не так отреагировали на его подарок. Что вы не так его отблагодарили. Что вы не такую реакцию проявили. Пройдет месяц, он будет говорить, ты помнишь, какие я тебе цветы подарил? Три месяца пройдет, он увидит похожий букет, скажет, правда то, что я тебе дарил гораздо круче. Согласись? Это очень опасные мужчины. Вот если вы начинаете с таким общаться, у него все так легко, как у мотылька, знаете, там, в одну сторону полетел, в другую сторону. У этих мужчин явная предрасположенность к тому, чтобы женщина чуть ли не на коленях перед ним стояла за какие-то мелочные проявления. Потому что для него все не представляет ценности в этом мире, кроме того, что делает он. Он даже не обратит внимания на ваши поступки, на то, что вы для него делаете, на то, как вы проявляетесь в отношениях. Он будет обнулять все это, но все свои заслуги будут преподносить таким образом, чтобы вы были ему бесконечно благодарны. Но несмотря на то, что вы будете благодарить его, этой реакции будет недостаточно. Пятый тип мужчин. Я буду называть их простыми именами. В прямом смысле слова, хитый мужик. Как он проявляет себя в отношениях с женщиной. Вы можете быть уже мужем и женой, представляете? Но покупая квартиру, он переоформляет ее на маму. Покупая автомобиль, он оформляет его на папу. Покупая другой автомобиль, оформляет на дедушку, на бабушку, на брата. Это если вы уже в отношениях. И вы должны запомнить, что вот эти разговоры, они должны присутствовать в ваших отношениях с мужчиной еще до заключения брата. Обратите внимание, а если даже он сам этого не говорит, прислушайтесь к мужчине. Задайте ему вопросы. То есть, а как ты вообще видишь в дальнейшем отношения в семье? Там недвижимость совместная, квартиры и так далее. Вот эти хи***ные мужики, они очень часто женщину воспринимают как хищницу. Знаете, она вот пришла в мою жизнь, чтобы прописаться в моей квартире, чтобы отжать у меня жилплощадь, чтобы лишить меня моей дачи, чтобы отобрать у меня автомобиль и многое-многое другое. Это опасный тип мужчин, потому что в этих отношениях нет доверия. Если уже речь идет о том, что мужчина боится, что вы что-то у него хотите отжать, ну тогда подписывайте брачный контракт, брачный договор, в соответствии с которым каждая из сторон будет понимать, что ждет ее в случае, если отношения распадутся, если будет развод. Но жить в постоянном страхе и в постоянных подозрениях, что вот тебе нужны от меня деньги, тебе нужна только моя недвижимость, это очень выматывает женщину. Поэтому, когда вы знакомитесь с мужчиной, начинаете с ним общаться, если не можете прямо об этом спросить, ну как-то из-за угла зайдите, вы же знаете, как можно аккуратненько мужчине задать вопрос. А возможно, он об этом сам скажет. Но если вы слышите от мужчины, что я на себе женюсь, но прописывать у себя не буду, я на себе готов строить отношения, но все, что мы будем покупать, мы будем оформлять на мою маму и так далее. Это такой признак, говорящий о том, что когда мы с вами незрелые мужчины, достаточно опасные для отношений. Шестой тип мужчин, это мужчины-пополамщики. За все обошлять нужно на двоечка. Вот так, прям таким открытым текстом говорю. В ресторанчик пришли, ты платишь за кальян, я плачу за Наполеон. Погуляли где-то, отдохнули, ты оплачиваешь перелет, я оплачиваю проживание. Ты платишь за квартиру, я плачу за продукты. Вот эти мужчины-пополамщики, они очень опасны. Потому что отношения с ними, как правило, приводят женщину к, если я скажу, к депрессии, это громко, наверное, будет сказано. Хотя я знаю случаи, когда в отношениях с пополамщиками все приводило к действительно глубокой депрессии, клинической форме. Ну, такое состояние апатии и недоумения. Почему? Пополамщики в большей степени свойственны, свойственное поведение неглекторов. То есть такое пренебрежительное отношение, это разновидность абьюза, неглект, пренебрежение. И если, не дай бог, ну, с одной стороны, не дай бог, конечно, с другой стороны, хорошо, вы забеременели и не смогли работать. Все, все и еще раз все. Вот эту упущенную прибыль, а мужчина воспринимает вас как своего партнера финансового, то есть он, благодаря вашему финансовым вливаниям, ну, так, знаете, позволяет себе то, чего, возможно, не позволило бы, если бы вас не было. И тут получается, что один из основных инвесторов заберемененен. То есть он эту недополученную прибыль будет вытягивать из вас совершенно по-другому. Навешивать на вас какую-то ответственность свою, заставлять вас быть супер-хозяйкой, супер-мамой, супер-женой, супер-поварихой, супер-собеседницей. Вообще лишит вас возможности распоряжаться деньгами, лишит вас возможности высказывать свое мнение по поводу трат. И все может привести к тому, что вы окажетесь в ситуации, когда ваши потребности, лекарства, одежда, средства первой необходимости будут просто игнорироваться. Мужчина не будет обращать на это внимание. То есть он рядом с вами покажет свое истинное лицо. Пополамщики, они как бы в самом начале отношений говорят, смотри, ты связываешься с неполноценным мужчиной, будь готова к тому, что в будущем тебя ждет полный провал. Ты увидишь, кто я такой на самом деле. Сейчас ты видишь мою супер-легкую версию, лучшую версию и меня. И даже в этой лучшей версии и меня, ты вот, пожалуйста, посмотри. Видишь, какой я. Все напополам, все напополам. Это опасный тип мужчин, будьте внимательны. Седьмой тип мужчин, достаточно опасный. Это такие мужчины, сторонники жесткого патриархата. Ты женщина, твое место на кухне. Знаете, как раньше говорили, такое достаточно грубое высказывание. Я не буду говорить, кто обычно применял эти высказывания, представители каких народов. Звучит оно примерно так. Баба, твое дело телячье, обоссалась и стой. Ужасно звучит, правда? Да, действительно, можно нарваться на мужчину, который является сторонником такого жесткого патриархата. Он до такой степени не верит в то, что место женщины на кухне, возле плиты, потому что он воспитывался в такой семье, у него такая мама была. Он вбил себе это в голову. И делает все возможное для того, чтобы превратить вас именно в такое. Такие мужчины, как правило, действительно проявляют себя и на первоначальной стадии отношений. То есть он жестко заявляет о своих принципах. Если вы надеетесь на то, что он поменяется, станет более мягким, пересмотрит свои ценности, свои планы на ваши отношения, вы очень сильно ошибаетесь. Он сделает все возможное, чтобы вы были именно вот такой. Такие мужчины очень часто могут увозить своих женщин в другие города. В города, где они не знают никого вокруг. Вдаленные какие-то уголки, где нет суперцивилизации, например, как в городе. Деревня, село, либо городочек маленький, куда не выберешься особо. Какие-то северные районы, куда женщину можно увезти, а там вечная мерзлота. То есть его задача сделать все возможное, чтобы усадить вас в клетку. Поэтому присматривайтесь к таким мужчинам, задавайте им вопросы, слушайте, что они говорят про других женщин, что они говорят про другие семейные пары. Как часто он приводит в пример, например, свою маму. Потому что если он упоминает об этом, а вот моя мама, моя мама, моя мама, то это значит, что он из вас хочет сделать свою собственную маму. Поэтому если вы встретили такого жесткого представителя патриархата, будьте бдительны. Восьмой тип мужчины. Это такие, знаете, Остапы-бендеры. Они вечно что-то мутят. Мутки у них какие-то, крутки, встречи, переговоры. И давайте честно. Когда мне было лет 26-27, у меня был такой опыт жизни в роли Остапа-бендера. Я постоянно все, я там на какую-то встречу важную поехал, переговоры. Слушай, я сейчас не могу говорить с очень важным человеком. Очень важный человек, очень. Я, знаете, тогда думал действительно, что у меня что-то получится там сделать, какие-то деньги заработать. Но я был тогда молодой, тупой. Слава богу, это очень быстро закончилось. Продлилось там несколько месяцев. Но за эти несколько месяцев я обнаружил очень важное. Когда мужчина ездит на какие-то встречи, а тем более еще и говорит о очень важной встрече с очень важным человеком, хотя бы спросите у своего мужчины, о чем пойдет разговор. То есть, как бы, а что ты хочешь решить там? А поделись, пожалуйста. Ну так интересно. Даже если вам говорят, ну слушай, как бы, сейчас давай сначала все сделаем, что сейчас шкуру неубитого медведя делить. Малыш, если там все срастется, я тебе отвечаю. Мы так заживем просто. Ну, Абрамовичами, блин, станем. И вот он месяц ездит на встречи, второй, третий год. И вы понимаете, что ваш мужик постоянно в какой-то мутной истории находится. Но результатов действий никаких нет. Денег нет, проблемы, ничего не решается. Это говорит о чем? Либо он тупой и приезжает на встречи, они там не способны связать двух слов и о чем-то договориться. Либо ваш мужчина ездит на встречи, где просто просирает свое время. То есть, самое ценное, что есть у человека, он просто просирает там. Ну, знаете, когда, если действительно встреча состоится с очень важным человеком, важным человеком, важный человек никогда не приедет на встречу бестолковым. Он приезжает по существу. Если ваш мужчина по итогам этих встреч ни к чему не приходит, значит, и встреча была не с важным человеком, не с какой-то значимой фигурой. Вам просто писают в ушки для того, чтобы вы потеряли свою бдительность и верили, и надеялись. Наконец-то мой остапушка когда-нибудь сорвет золотой куш. Это опасные мужчины. У вас будут дети, у вас будут отношения, семья. И вы будете надеяться на случай. Вышел на улицу, вернулся с деньгами. Вышел на улицу, вернулся без денег. Вот такой тип мужчин очень опасен. Будьте внимательны и бдительны. Девятый тип мужчин, с которыми не стоит связываться, это такие чепушники. Мужики, у которых что-то постоянно происходит. Вот он вышел на улицу, просрал телефон. Вышел там куда-то мусор выбросить, разбил там часы. То у него машина, то у него телефон, то часы, то кошелек, то джинсы, то на кухне чай. Вот все, к чему он не прикоснется, у него везде хрень какая-то происходит. У него все ломается, все рушится, все портится. Он попадает в какие-то вечные истории. Вот ты ему позвонишь, спрашиваешь, как у тебя дела? Блин, да сейчас ехал, колесо проткнул на следующий день. Чего, как дела? Да ты не поверишь, представляешь, выхожу из торгового центра, тут проезжает человек на велосипеде, задевает меня этим велосипедом. Я перевернулся, порвал штанину, вот сижу сейчас в ателье, мне зашивает. То есть вот все, что происходит вокруг него, постоянно какая-то чепуха. Из-за этих ЧП у него встречи с вами отменяются. Какие-то затраты непредвиденные и многое-многое другое. Запомните раз и навсегда. Вот если с вами такой человек беда, мужик беда, ну поднапрягитесь немножко. Представляете, вы будете всю жизнь находиться в отношениях с человеком, у которого что-то происходит не так. Что-то ломается, что-то разбивается. Это ладно, когда это происходит раз в месяц, раз в полгода. А если это каждый день? Каждый день какие-то неприятности. В руки что не взял, все поломал. К чему не притронулся, все испортил. Блин, все равно скажу. Есть у меня друг такой. Вот он, конечно, не во всем чепушник, но в руки ему точно ничего давать нельзя. Несколько раз я ему дал свои личные вещи. Дал ему ноутбук свой, который он ушатал и разбил. И потом, когда он его отремонтировал, он его еще кипятком облил, уже отремонтированный. И опять его сжег. Понимаете? Но я его люблю. Это мой очень близкий и родной человек. Это единственное как бы. У него руки растут иногда не с того места. Хотя я очень добрый и хороший. Ну а вы запомните. Мужик беда, мужик ЧП. Ни в коем случае не связывайтесь с ним. Будете жалеть потом всю свою жизнь. Стас, прости меня, пожалуйста. Я тебя правда люблю. Десятый тип мужчин, от которых нужно держаться подальше. Это мужчины, которые забыли о своих детях. В жизни всякое бывает. Люди встречаются, женятся, появляются дети. Они разводятся. Обратите внимание на то, как мужчина вкладывается в своих детей. Знаете, говорить сейчас про эмоции, про разговоры можно долго. Но обратите внимание на самое главное. Беспокоит ли мужчину вашего, что едят его дети. В чем они ходят. Где они спят. Достаточно ли у них правильное питание. В чем они нуждаются вообще. Если вы в отношениях с мужчиной понимаете, осознаете, что его финансовое участие в воспитании детей, в удовлетворении их потребностей минимальное, или оно вообще отсутствует, я вас умоляю. Не слушайте никакие отговорки. Не слушайте. Не надо. Она все равно эти деньги спустит на себя. Она все равно потратит их на своего любовника. А ребенку ничего не достанется. Это все отговорки. Если ваш мужчина ответственный человек, для него ответственность за детей из прошлого брака, например, она будет очень значимой. Он никогда не откажется от них. Если же наоборот происходит, запомните раз и навсегда. Не дай бог в ваших отношениях что-то пойдет не так. Вы останетесь с голой задницей вместе со своими детьми. Я надеюсь, что вот эти 10 типов, о которых мы сегодня поговорили, вы запомните раз и навсегда. Если не запомнили, пересмотрите это видео и попробуйте быть более внимательной и чуткой, когда общаетесь с мужчинами. На этом это видео заканчивается. Но прежде чем попрощаться с вами, я приглашаю вас еще раз пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка находится под этим видео. Принимать участие в курсе можно из любой точки мира. Я прощаюсь с вами ненадолго. Всем всего хорошего и пока-пока.